Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 215. События дня. 2 Фессалоникистам 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. За 14 июля 2016 года. Далее сами считайте. Сами проверьте по ссылкам. Можно в ютубе, в гугле, в яндексе зарядить это. Трагедия русской церкви. 20 лет, как ослепли все. Какого человека прислали? Разрушителя. Прошел выучку в Израиле, в Америке. Человек с двойным гражданством. Пришел всех перессорить. Человек может быть абсолютно неверующим, может быть масон каких степеней. И как ослепли все. Уважаем его. Это то, что ждали. Давно ждали. Мертвое к мертвому стремится. И он был руководителем. 20 лет расписывался где-то за деньги. Получал. И не видели. Ослепли все. Приезжают сюда. Тут епархии признают. Принимают его. Ведомства. Силовые структуры призывают. Полная слепота. Вот это миссионерство. Дух святой покинул. Что? Шарлатан. Липовый профессор. Юрий Соболев. Мир вам и вашему лагерю, Игнатий Тихонович. Вчера удалось посмотреть ролик с сестрами. А приезде к вам прокуратуры по душу Тимоши. Растаскали тот моментально накрылатые фразы в вашу беседу. Сегодня ходим, цитируем. Так. Всего на полторы минуты. Нет. Со вчерашнего дня сократили до одной. Это разговор даю по телефону. Игнатий Тихонович. Я ежика нашел. Поклон от меня и сестер. Молительно обнимаю вас. Дивное дело. Подхожу к сестре и вопрошаю. Как понимаешь? О ком идет речь в Откровении 6.9.10? О ветхозаветних или христианских мучениках? Она улыбается, поперхнувшись. Я только что слушал проповедь Игнатия Тихоновича об этом и знаю ответ. Как и уже неоднократно было. Большое письмо или за несколько приемов посылает Даниила Сидельников. Вот посчитайте. Я буду задерживать маленько. Меня зовут Даниила. Мне 34 года. Я православный христианин Украинской Церкви Московского Патриархата. Живу на востоке Украины. Нашел вас благодаря ролику для епископа Лонгина. Жара. Оставить монастырь и приют на попечение старшим монахам. И пойти на проповедь под вас. За последние две недели прослушал 40-50 часов ваших ответов, советов и лекций. Вот Даниила Сидельников. Я вас не скрываю как есть. У вас вполне возможно, что лютые волки в священнических рясах бросятся на вас сейчас. За мной они гоняются уже полвека. И они сейчас начнут вам рассказывать. Всякие небылицы. От вас это зависит. От вас. Силой Духа Святого вы эту волчью стаю разгоните. Или же будете быть вместе с ними. Они на всех бросаются, кого узнают. И где с ними раньше беседовали по скайпу. Прекрасные беседы были. А теперь они изменились. Но изменились как? Ну сатана меняет их. Теперь они бросаются везде, рыскают, проникают, взламывают. Ну то есть безумие полное. От вчерашнего дня нельзя отречься. Он уже записан у Бога. А в чем Григорий Низкий говорит. Вот. 40-50 часов ответов. Советов и лекций. Это много. В день даже по часу. То за последние две недели только. Ну дальше как он был. В партистанской ереси. О том что. Ушел в мир и сблудился. И дошел почти до безумия. Вот эти слова пишет человек. Это вызывает доверие. Бывает и заключение кто-нибудь пишет. Я вот там-то, то-то уверовал. И дальше начинает. Никогда от преступления точно не говорит. Надо вещь не говорить. Топор утонул. Где утонул? Елисей спрашивает. Конкретно. Ну в ролике. Блажен кто не осуждает себя в том, что избирает. Вы советуете начать. Минимально соблюдать завет. Сделать несколько шагов. Не брить бороду. Соблюдать пост. Сходить в храм. Изменится понимание веры. Даже обстоятельства. Испытал это на себе. Ну и дальше считайте. Причем бы он бывал много. Тормозните и прочитайте. Но Игнатий Тихонович, вы первый православный проповедник из тех, что я слышал, который говорит о следовании Слову Божьему в простоте сердца, о важности проповеди соблюдения всех церковных уставов, призванных быть оградой веры. Собранные мной крупицы истинно не могли уложиться в голове. А теперь сложились без противоречий. Но это Бог делает так. Вот это настоящая миссия, когда Господь проникает в глубины души и делает переворот. У православных миссионеров практически и нет. Миссионерские отделы, слеты. Это обман сатаны. Нельзя делать этого и сделать то, что тебе не принадлежит. Как ты можешь? Я сейчас президентский совет назначу без его ведома. А Дух-то Святой нигде не посылал больше, чем подвое. Ну, а там, может быть, на колеснице третий. И мы ездили, у нас всегда три человека, шоферы и два благовестника. Благовестником проповедника может быть, а миссионером нет. Это тысячи талантов нужно иметь. Тысячи, как Златоуст говорит. Местыковка, вот все. Игнатий Тихонович, еще до того, как услышал ваши проповеди, спрашивал у нашего священника о возможности крещения с погружением. Вот такое. Считайте. У меня нет возможности приехать к вам, потеряя куда. Да и срок крещения в этом году прошел. Но вы проповедовали по Украине, и к вам приезжали отсюда многие. Если вы знаете верного священника, кто мог бы крестить по канонам здесь, то был бы очень признателен. Не могу я сказать сейчас, там был священник, где мы были, в Конотопе, там как-то названия такие, сейчас уже не помню. Это по роликам надо смотреть. И как он крестит, тоже это я не знаю сейчас. Время-то идет. Мы уехали там, к одному заезжали священнику, он враждовал против нас, а тут сразу вдруг примирился. Матушка его еще нам трехлитровую банку меда благословила, якобы с его разрешения благословения. А потом он умер от его. Не знаю, Данила. Проводят лекции по Игнатию Бринчинину. Вот уж чего не советую, так это не советую. По Игнатию Бринчинину, да ничего не создал. Игнатия Бринчинина-то. Там несколько фраз только можно взять. А остальное пересказывал житие святых на сегодняшний день. И видел, что монашество умерло, а актеры остались. А актеры ничего не сделают. Блаженный плащ о своих грехах. Это на других набрался. А где радость спасения? Пожалуйста. Ваш вопрос выше понимания Игнатия Бринчинина. Вы уже выше его. Да. Использование нелицензионных программ. Это воровство. Но воровство когда брали. А когда человек это выставил, это не воровство. Какое же это воровство? Если это для всех на обозрение. Допустим, воду продают иногда. А подъезжаешь совершенно свободно. Я не строил этот родник. Ничего еще для всех нелицензионных. Я вообще не разбираюсь в этом. Программисты все это делают. Что ставят? Буду я разбираться. Да какая мне нужда в этом лестнице? Это я бы взламывал где-то, заходил, брал. Вот у меня кто берет, книги скачивают. Мои книги, они свободно выставлены на сайте. 38 или там 43 книги выставлено моих. Теперь мне нужно научиться трудолюбию. Эй, брат, это непросто. Нет сил. Вся жизнь бардак. Это не пойдет так сразу. Это надо действительно где-то приселиться такое, как у нас. Вот сейчас я бьюсь с этим. С Никитой уже полегче дело пошло. Он бегает, успевает, там где-то сделает. Еще изо рта у него, что не надо вылазить. Вчера жалоба была на него от сестры. Ну, просто нехорошо. И вечером у меня тут не заводилось. Я сразу даю ему сигнал, Никита пришел. Я ему благодарен. Начал тут выдергивать шнуры, там переключать. Опять заработало. Вот. А, вот работает рядом Калиников. Значит, мы работаем с ним, с Виталием. Работать очень тяжело. Руки в бока смотрит, все время лишний. То есть не привык к этому. То есть как балда какая в голове сидит и тискаю его. Пытаюсь что-то сделать, как у муравья. Они со мной работают. Я неукротимый в работе был. У меня все время на работе в государстве 280-300% была выработка. И здесь сейчас я не могу в свой возраст войти. В 78-й год. А я пилю, они подходят так, как сердце, как мотор-то так работает. Как будто заводная машина какая. Но до обеда, после обеда у меня свои дела. И они сами видят, на жаре я задыхаюсь и посылают. Они меня берегут. Все. Когда у меня операцию сделали, у меня три позвоночные грыжи на одной. Можно только стоять или лежать, но не сидеть. И все пристроили так, берегли. Не больше пяти килограмм поднимать. Все делает любовью. Я окружен такой любовью. Там конкурс. Кто будет готовить, когда жена уедет в деревню пораньше маленько. Я остаюсь с сестры. Вот я беру редко у кого-то. Две-три сестры такие. И то по благословению. Даже чтобы она на кухне не начинала ничего готовить, пока не дам разрешения. Так вот у нас приездом везде. Ну, Данила, молюсь уже о тебе. Помоги тебе, Господи. Да благословит Господь. Молительное правило у вас и так длинное. Да, мы молимся. Семикратно в день. Вот возьмите себе за правило. Псалом 118, 164 стих. Это вот одна из сестер доверенных. Старшая сестра из Барнаула. Дает знать, что она. Это вот у меня такой вот. Вот у меня готов. Вот у меня. Молитопарды, телефоны. Простите за многословие. Может, доброе из вашего письма извлечь, иначе бы я его не ставил. Ну, вот так, Данила. На скайп выходить я после 10 октября. Здесь абсолютно невозможно. Никак. Но если вы тут ничего не упустили своего, не сокрыли, не добавили, то письмо ваше полезное будет. Не для одного только. Именно вы где были, шатались. Такие люди. Но сатана будет шатать вас. Вы здесь найдете у меня что-то не то, и дальше пойдете. Закрепитесь на этом. Вот, закрепитесь. Вот у нас наш сайт. Я сейчас еще открою. Хотя, это тоже, наверное, высчитываю, что открываю. Вот так, лишний. Еще раз зайду. Вот это вот наша страница «Мой мир». Я тут не работаю. Сейчас только почту принимаю. К истине 2. К истине 2. Вот туда приеду, когда там буду уже заниматься. Тут видео 3529, 18916 фотографий. Заходите. Эта система «Мой мир» была самой лучшей. И обкарнали, то есть обрубили со всех сторон. И то она еще лучше всех контактов. Я не бываю ни в контактах, ни в одноклассниках. Фейсбук, Твиттеры разные, живой журнал. У нас у меня все открытое. Модераторы открывают, администрация работает на этом. У нас большая группа, около 15 человек. В разных городах, которые помогают, ставят. А я только замки снимаю, здесь времени нет. Вот. Вот, посмотрите, я для Данилы говорю. Кто уже, остальные это знают. И заходите сюда и смотрите. Когда я вернусь в город, если Господь благословит, жив, здоров буду, Богу угодно будет. То все, что летом ставим, пойдет. Я каждый день ставлю здесь 9 роликов. 9. По 9 роликов в день. Но это чего-то стоит. Притом они не надуманные. И вот наш форум. Как он выглядит. Посмотрите. Заходите сюда. Первое, вот это новое сообщение, новое вот выдвигается. И сразу выйти на первую страницу. И потом общий поиск. Вот общий. По этой же астрофе, ниже храма, купола его. Общий поиск. Там в рамочку вставляйте. Это 1592 темы. Огромные темы. Это очень большой форум. В общем. Да и не первый день он уже действует. Вот. 2350-й день. Ну и у нас, конечно, главное здесь сейчас вот. Вот сейчас только поставил. Сейчас я обновлю то, как посмотрел. 9 роликов сегодня открыл. И я это делаю. Вот уже по 7. Состав обслуги лагеря 11. Все открыто у нас. Есть события. Я тут вчера. Я поставил ролик. Вот попал под подозрение. И мы расстанемся сегодня же. Ну, начинает судить. Еще судите издалека, говорит. Мне нравится выражение Шата Руставели. Видите, в тигровой шкуре. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Ну, человеку уже 30 с лишним лет и ни дня не занимался. Ни он с собой, ни им никто не занимался. В таком виде вот, если, однако, раскачка идет. Вот. Бой вторая часть. Вторая часть. Пока об этой обдумайтесь. Вчера за день 760. Ну, для Андрея Токураева 760 смешная цифра. А для нас как раз. Это наша клиентура постоянная. Вот. И вот сегодня выставлял по первой ягоды. Ну, интересно. По первой ягоды. Северный пруд. Вот. Сергей с собаками. События дня. Песни на костре. Вот. Послушать. Вот. Пирс протирать показывать. И так далее. Тут более 5100. В наших роликах. Много. Ну, и самое главное сокровище. Я покажу, чтобы увидели. Вы можете зарядить в Google, в Яндекс. И найти православный библейский сайт. И, Данила, ищи здесь. Здесь все книги мои. Тут ответ. Но главное, они все книги разложены по ответам вот здесь. 4124 ответа. Ответы дают всегда согласно полной библии. Всегда говорят, а как вы знаете? Вот, считает из библии. Ну, я просто в стороне как бы. И одно слово не так прочитал. А окончание не так. Я сразу останавливаю. Ну, и мне даже там люди такого высокого звания. Профессор там. Это невозможно знать. Как вы это могли узнать? Понятия не имею. Да ну, и все. Я, конечно, считаю постоянно. 53 года занимаюсь. Или святые отцы. Это 300 томов. И вы помните. Не помню я этого. Я их все не читал. Но. Вот. Разговор идет. У меня мгновенно это всплывает. Возьми стихи у меня написаны. Их стихами нельзя назвать. А проповеди в стихах. Вот. Я сейчас покажу стихи. Смотри здесь вот. Они на другой странице. Я нажал на стихи. Вот они. 4 тома. По 800 страниц. 4 тома. Это 3467 стихотворений. По 9 куплетов 4 строчных. Ну, вообрази. Это за 9 лет написано. Вещь невероятная. А как? На молитве одна строчка появляется. А дальше я только. И при том во всех стихах ни одной помарки нет. И черновики сохранены. Ни одной помарки нет. То есть пишу с чистого листа. А как это может быть? Понятия не имею. Я просто молюсь. Семикратно в день. Ответ еще у Бога. И как вы безо всего. Ну, безо всего. Когда-то не было интернета. По Библии стали. Дескать. Симфонию открыли. По симфонии найдут. И меня спрашивают. А я просто так сижу. Гонять меня по Библии. Ну, я сразу называю. Они по симфонии долго ищут это место. Дольше. Чем я им на память говорю. 719 правил. Книга правил. Тоже надо знать. Ну, и жития святых. 17-й пункт. И вот теперь пошли жития святых. Вопрос. В каком томе? 7-й том. Я воспитан на почтение житиям святым. Вот. Докажите, что вы правы. 1841. 1841. На него теперь нажал только. Пошел ответ. Сейчас ответ. Вот он ответ какой. Заметьте. Какой ответ. Ответ согласно жития святых. Я провожу дальше. Жирным курсивом это Слово Божие. Библия святая. И вот это один ответ. Один. Второй вопрос. Святые во всем доверялись Богу. И что бы он не послал, что было им попущено, они все принимали с радостью. Вот так. Ну, дальше вот ответ. Откуда Сафроний? 12 июня. И откуда именно взять? Именно из жития. Какие строчки важны? 1173 жития. Таких материалов нет в интернете. Нет. И я дерзаю даже сказать, что и не будет. Долгое время. Потому что у человека должна быть подобная биография. Он должен твердо держаться канонов. Ничем не связанный. Не бояться ни священник, как ни архиереев, ни властей, никому. Доверяясь только Богу. Что Бог повелит, то скажу и я. Так говорил любимый мой пророк Иеремей и Михей. Ну и везде у меня поэзия. Вот проповеди идут. Положенные на музыку уже. И вот сейчас назад возвращаюсь. Вот так. Здесь все. Вопросы и ответы. Вот это самое главное. Они взяты из книг. Практически здесь, ну, большинство... Все, что в книгах у меня написано. А каждая книга 752 страницы. 30 томов и 3 в интернет. 33 томов по 752 страницы, открытым оком. Вот сегодня на работу опять идти. Какие еще раз события были? События дня. Работали. С утра маленько, как за облака были пасмурно. Ну, успеваем все. Работаем на Южном пруду. Уже почти заканчиваем. Вдруг приезжает помощник участкового. Я думал, участковый Шевченко. Нет. Помощник-то. Я возвращаюсь. Да, в лагерь. Он встречается. Побесня. Молоденький совсем мальчишка. Да и лицо такое юное. Но расположены. Никакого вреда нам от них нет. Вот, посмотреть. Звонит воспитательница. Пускать, не пускать? Или нам как делала? Уводить в лагерь? А лагерь-то уведен уже был. Все на клубнике вчера были. Посмотрите, какая радость. Ну, а я с запозданием в 10 дней почти в среднем выставляю ролики. Отправляю пока за неделю накапливается. И потом обрабатываю. Тут поставить, закачать. И тут одна говорит, мой там, попросила выкинуть ее. Там, ну, даже в секунды право. Ну, как это трудно. Вот, делают сколько, третий день не могут никак сделать. Аппаратура. Закачивать по 8-10 часов один ролик. Поэтому мы никогда ничего не урезаем. Но это так просила. И вчера одна звонит из какого-то тоже, ну, видимо, по образованию как. А вы не могли бы мне дать... И вот я вас услышал, не знал, что такое лагерь есть. Как не слышали? Тут и газеты постоянно о нас печатают. Районные, большие статьи Ритунского. Прекрасные статьи. Вот. Владимира Васильевича Ритунского. И тут еще одна печатала. То есть, тоже Свет Октября. Газета называется. Не знала. А что хотела бы узнать? Ну, вот вас дети тут, ну, бывают на учете стоят. У нас таких нету. Ну, нам бы вот, где живут, я говорю, все, этой подлости больше не будет. Вы в прошлый раз запросили с вашей организации по образованию. И я дал, собрал детей. Уже через 40 минут я представил им. И телефоны. Как они начали бомбить этот лагерь. Он закрывается. Заберите детей. И они приезжают, люди растерянные. Вот это пакость. Больше вы никогда от меня не получите. Ни одного адреса, ни все. А сколько детей они на глазах, я могу сказать. Больше этого не будет. Ну, и поговорили. Я говорю, верующая. О, так ты верующая сестра. Так приезжай просто так. Ну, с шофером вместе. Побудешь, посмотришь, пофотографируешь, поснимаешь. У нас все это открыто. Нигде, ни разу не было, чтобы нельзя снимать. И разрешение спрашивает. Ну, мы видим, уставы у нас все вывешено. Все в рамках. Пожалуйста. Долго говорили. Долго. Хотя больше двух минут. Вредно говорить по мобильному телефону. И не чаще, как пять раз в сутки. Но, однако, так. Полиция все время сверяется. Решили вчера проверить. Ну, одно дело я отвечаю. Другое дело увидеть. Ну, подожди маленько. Они вот-вот дети должны вернуться были. Поел бы клубники. Нет, тороплюсь. Я помощник у него. Ну, это его дело. Вот. И вчера вот это опять звонок был. Что они будут? А второго, то есть сегодня, если уже пятнадцатая. Кого тут осталось? Полмесяца. Второго августа официальное закрытие лагеря. Две недели там с днями. Как это будет? Ничего не знаю. На Бога надеемся. Нас многие молятся. Что благополучно все закончилось. Ну, вот так. События какие? Тут репей большой нарос. Интересный репей. Я его косил, когда он молоденький был. А теперь там дудки остались полузасохшие. А из них такое в рост человека уже. А тот был рукой не достать репей. Его уже коса не берет-то. Ну, и вчера натащил топор. Лопату как бриту-то. И пошел рубить. Тут голубят нигде. Упарился. Вечером все-таки надел сетку первый раз. Машкарату заедает. Ну, и пробрался. Пришел, как лягушонок мокрый пропотел. Ну, повесил все до утра. Это уже вечером. Уже к потемкам. Еще работа нашлась. Вот эта деревня. Ну, насколько же тут хорошо. Работа всякой. Вот сейчас, если коса была бы, уже можно было покосить. До завтрака наши уже на пруду работают. Дорогу строят. Ну, что хочешь, то можно делать. То есть копать колодец свой. То есть добрый, я о добре говорю. Гляжу, вот тут настирали, вывесили. Все завешено. А то в городе вывешал. Я гляжу в окно, он снимает у меня свитер. Я выскочил. Говорю, ты что сделаешь? Это свитер мой. Так у тебя же, говорит, два. Два. Так не мой. Второй брата снимает. Ну, тебе так надо. Да ну, бери. Если уж по-другому никак нельзя. Пусть это милости не будет. Люди, видишь, нерешительные. Мне на севере, там, из-за лени какой-то под пушек. Не знаю из чего. Ну, свитер такой выслали. А потом у нас принято было решение, что свитер сверху рубашки не носить. А только под рубашкой, чтобы сверху был пояс. Ну, а можно ошибиться. Чтобы ни разу не ошибиться, я все свитера собрал. В дом престарелых унес, одел их там и все. Не то, что там это. Так дело Божие. Господь побудил это. Милость Божия. И ни одного замечания нет. Не люблю страшное это вот. Замещание. Ты делай как положено. И Господь покажет, что твои слова не на пустом. Вот вчера тут было дело. Один парень брали ягоды, а он в другого кинул камушком земляным. Камень отлетел, попал в ведерко с ягодами. За ним уже не раз такое наблюдалось. А то он земли нагреб на стол, сидит занять. Идет он с полу подгреб и на стол давай раздувать. Дурь. Ну и вчера уже предпоследнее наказание ему быть на веревочке. Как? На одной руке веревочка у него, а другая на воспитателя. Никуда одного не отпускать. Куда бы он ни пошел. Парень-то безвредный, на лице видно. А сатана пользуется с ним. Это близость или есть действительно одержимость бесовская. Безответственность за свои поступки. Ничего не может сказать. Зачем ты это сделал? Зачем ягоды? Теперь ты испортил их. Со зла бы сказал. Да, на лице написано, что он не злой. Такой, который бывает мстят. Дурь. Не битый. Вот отвечает. Драть тебе надо, как сидорову козу. Все равно. Это уж родители займутся, пускай. Прислали. Тут все выявится. Ну, Богу нашему. Слава. Это можно закрыть. Теперь отхожу. Вот так. Слава. Пусть. Слава. Как? Продолжение следует...